Доброго дня всем случайным и не случайным посетителям моего канала. С этого выпуска я проведу серию лекций по пояснению возникновения болезней в живых организмах, их влиянию на жизнедеятельность с точки зрения биоэнергетики, каким образом вихревая медицина создает условия для успешного избавления от них. И конечно расскажу, как правильно применять подобные устройства и как самим найти наилучший метод от избавления недогов. В общем постараюсь подробно и доходчиво довести до обывателя весь механизм взаимодействия, совмещая теорию и практику. Скептикам, которые сейчас недовольно помочились от словосочетания биоэнергетика, немного разжую ситуацию. Профессиональной электроникой занимаюсь почти 50 лет, то есть с самого детства. Причем настолько резвое, что ровно 30 лет назад был удостоен звания самого активного молодого изобретателя республики. Так что с материальным миром я знаком очень подробно. И первую половину своей жизни был ярым материалистом и атеистом. Но немногим более четверти века назад у меня возникла очень сложная ситуация собственным здоровьем. Я подхватил двухстороннее воспаление легких в последующем обострении на другие органы. Причем я и так был довольный восприимчив к болезням. Успел в 10 классе приобрести сильную аллергию. Через пару лет радикулит и болезнь суставов. Товар имеет средне-тяжелую форму гепатита. То есть полпечени как не было. Так вот, полгода я боролся за выздоровление. Два месяца пролежал в двух больницах, где меня просто залечили до еще худшего состояния. Все эти полгода я был почти прикован к постели. Более-менее двигаться мог только тогда, когда принимал горы различных лекарств и обезболивающих. И вот судьба в отчаянии забросила меня почти за 2000 километров от дома для попытки очередного лечения, где я случайно подчеркнул, что слово случайно в скобках, так как такие переломные моменты в жизни обычно предначертаны. И я попал на начальные курсы по биоэнергетике. И очень успешно их закончил. Буквально через несколько дней после начала занятий я отказался полностью от лекарств и всех медицинских процедур. Возможно, подробнее об этой ситуации когда-либо расскажу. С тех пор я вообще не обращаюсь к врачам и веду здоровый образ жизни. Разве только зубы подлечивал, пломбы менял. Да, пару раз был на шоферских комиссиях, где очень удивлялись, что я ни на что не жалуюсь, и медкарта у меня девственно чиста. Хотя до занятий биоэнергетикой у меня, как память, лежит толстенная медицинская карта, исписана такими диагнозами, что жить не хотелось бы. Так вот, после начальной школы по биоэнергетике, тем, кто успешно прошли отбор и экзамены, предложили закончить высшую школу. Помню, что из начальных курсов приглашения пришли только где-то в третьей закончившем, а приехали около четверти. Возможно, я бы не рассказывал про этот эпизод без жизни. У многих, наверное, мысликнул, а вот, типа, решил прихвастнуть. Или мало ли, что он там придумал. Только есть, конечно, у меня этому доказательства, в виде диплома и свидетельства. Есть конспекты курсов. А на высших курсах я даже записывал лекции на диктофон. Но не в этом суть. Главное в этом то, для непринимающих реальность эксцессорики и биоэнергетики, что в конце курсов к нам приехала научная лаборатория с Академией наук, тогда еще с СССР, из Москвы, со всем необходимым оборудованием для проверки наших способностей. Был период времени в конце 80-х и начале 90-х, после начала перестройки, когда многие секреты открывались и выходили в народ. Кстати, я на лечении ездил именно в сочинские санатории, которые буквально годом ранее открыли для обычных смертных. Это был спецсанаторий для сотрудников КГБ и приближенных к правительствам. И было там все, конечно, на высшем уровне. И оборудование, и врачи. Так вот, об Академии наук. Тех, кто успешно закончил высшую школу по биоэнергетике, эта лаборатория тестировала. Итоги тестирования, если испытания проходили успешно, передавались в Академию наук, которая уполномочена была выдавать нам международные сертификаты для работы за границей. Оборудования было много, насиловали нас долго. Но мне было очень интересно, еще и как технарю. Я же был до этого конструктором компьютерного оборудования на оборонном предприятии. Поэтому техническая сторона мне была понятна. И методики тестирования у них были совершенно безупречные. Так что, если кто думает, что в совке никто не занимался проблемами и познаниями биоэнергетики, сильно ошибаетесь. Все они контролировали. Еще со старинских времен. Кстати, на высшей школе нам так и сказали, что всех, кто закончит курсы, обязательно возьмут на карандаш спецслужбы. Но с международным сертификатом я прилетел. Так как в 91-м, 92-м году совок начал разваливаться. И за это время мы стали разными государствами. Дело в том, что исследователи повезли результаты в академию. И там должны были подготовить соответствующие форматы с подписями и печатями. А уже получать нам их надо было ехать в Москву. Вот пока это все оформлялось, да еще я не особо спешил. Наши государства разделились. Когда я им позвонил, чтобы согласовать поезд, мне сказали, что уже ничего не могут выдать. Так как мы разные страны. Правда, я особо и не настаивал. Так как этот сертификат мне и не нужен был. Я же не собирался ехать с ним за границу работать. Мне у себя неплохо было. Да и дел свое было полно. А вы не были на Таите? Гаите, Гаите. Не были мы ни в какой Гаите. Нас и здесь неплохо кормят. Вот в результате подробного понимания реального мира, я разобравшись с относительно нереальной, когда я пробил энергетику, мне представилась возможность объединить эти понятия и представить их прямую взаимосвязь. Не падая фанатичность и глиозных крайностей, в то же время чувствовать и понимать то, что многим недоступно. Итак, я начну с пояснения. Основы механизма заболеваний в любом живом организме и реакции защитной системы. Первая стадия. Это нарушение баланса здорового уровня. Все же знают, что огромное количество вирусов, бактерий, грибков и других враждебных нам микро- и макроорганизмов присутствуют в каждом из нас. Но нападают и овладевают нашим здоровьем только после или достаточного количества их популяции или некого резкого понижения защитной, то есть иммунной системы. Правда, эта стадия еще разделяется на две составляющие. Нападение извне микросуществ. Или некая приобретенная травма. Или просто накопление критической массы проблем, допустим, в виде накопления солей в костях, песок, камней в почках. Ну или еще некие подобные проблемы. Флода генетических дефектов, которые резко обострились. Это же касается также критического энергетического захлезнения. В этой стадии организм включает защитные механизмы и начинает вырабатывать как биологические, так и энергетические нейтрализаторы и барьеры. Если, конечно, организм до этого находился в вполне работоспособном состоянии. А для упрощения и объяснения механизма взаимодействия мы берем за основу среднее значение состояния организма без крайности. И вот в организме отключается лишний функционал, наступает апатия, отсутствие аппетита, клонит в сон. Конечно, температура, жара, злоб. Все это концентрация ресурсового организма на отражение атаки. Конечно, если он в состоянии бороться с нападением. Так как уже забитый организм предыдущими проблемами, накопленными шлаками, мусором, а главное пораженный воздействием лекарственных препаратов, не особо способен противостоять чему-либо. Борьба пытается идти на всех порах, чтобы решить проблему. Но бесконечно это продолжаться не может. В результате, если нападение примерно за трое суток отражено, то постепенно наступает восстановление повседневной жизнедеятельности, спад температуры, появление аппетита, интерес к жизни. Но через неделю все восстанавливается. Но если иммунная система не смогла переселить проблему, то уже через ту же неделю наступает вторая фаза. Это приспособление, или привыкание, или адаптация к сложившейся ситуации. Конечно, искусственно эти сроки можно варьировать в широких пределах, но основа именно такая, как я уже описал. Конечно, я все сильно обобщаю и прощаю, так как если начну подробнее вдаваться в детали, то потребуется значительное время. И мы все просто устанем. Так вот, во второй стадии, фаза недельного цикла, защитная система, потерпев фиаско, принимает решение приспособиться к создавшимся положению. Рассмотрим пример с некоторой опухоли, или внутренней травмой. Защитные функции уже не борются с проблемой, а стараются ее отгородить от остальной части организма. В первую очередь создается энергетический барьер, подобие некого кокона, или саркофага, изолирующий здоровые области от больных, чтобы предотвратить распространение. Насколько возможно, защита старается некоторое время максимально ужать из-за верных проблемный участок, со временем наращивая как энергетическую, так уже и физическую оболочку. Это похоже на ситуации с природой. Многие же видели, как в стволе дерева находится некое инородное тело, которое со всех сторон окружено искусственным коконом. А жизнедеятельность этого дерева поспособилась к ситуации, упустила основные ресурсы вокруг этого инородного тела. Но в нашем случае народное тело не совсем народное, так как есть поврежденная часть этого же организма, с которым он же не может справиться, не восстановить его функции, не удалить или отторнуть из-за тяжести своих внутренних проблем. А в поврежденных тканях, конечно, находят в почтанище всевозможные вражеские микроорганизмы. Особенно грибковые и песневые. Пока более-менее сношность жизнедеятельности позволяет контролировать изолированные участки, то ради этого многие года существенно не влияет на критическую составляющую. Вот эта многолетняя составляющая есть третья стадия уже хронического состояния организма. В результате почти все население Земли так или иначе наращивает из года в год в себе изолированные очаги хроники, которые отнимают ограниченные ресурсы иммунной системы, да еще тепличные условия питания атрофируют все возможности попыток эффективной борьбы как с внешней, так и с внутренней заразой. Однако стоит заболеть или довести организм до критического состояния, там пьянки, гулянки, неконтролируемые обжорства, бессмысленное насилие над жизнедеятельностью. Может произойти и ситуация, когда будет утерян контроль на многолетними изолированными коконами. И тогда наступает четвертая стадия. Пробуждение, находящееся в длительном анабивозе изолированных микроврагов. Все же испытывали самые различные обострения от предыдущих нападений. Это, например, когда начинает крутить суставы, болеть голова, ныть зубы, аллергические реакции, кожные заболевания, ноет прошлые травмы и многое-многое еще, напоминающее нам о бренности и уязвимости. Иммунная система, конечно, старается, отмолву, найти компромисс новых нападений с последствиями старых, чтобы как-то утихомерить ситуацию. Но уже, как обычно, все плавно переходит в хронику. Так как по тяжести накопленных проблем, организм уже не способен полноценно отражать многочисленные угрозы. Вот так вот продолжается нелепая возня за выживание вплоть до летального исхода. Многие, понимая, что надо как-то помочь с борьбой, стараются укреплять иммунную систему. Закалка, сауны, спорт, здоровый образ жизни. Это все, конечно, помогает. Но иммунная система имеет некоторую особенность. Для того, чтобы она заработала, ее требуется как следует встряхнуть или пробудить. Так как я уже говорил в самом начале, что основа основ любого живого организма это приспособление или привыкание. Так как, изолировав многие проблемы, защита уже просто не замечает их, тупо отгородившись стеной. Поэтому следует создавать стрессовую ситуацию, при которой иммунитет, активировав свою деятельность, создаст условия для борьбы. Вот поэтому такие народные средства, например, как банки, горчичники, парапарка ног, хорошая сауна, даже 100 грамм, водки, для непьющих, конечно, но и многое-многое из народных средств дает серьезный эффект. Хотя с точки зрения логики, вот как у вас насморк и горло болит, а вы ноги парите. Да, дело-то в том, что такое действие оказывает стрессовое воздействие на организм и включает защитные механизмы, которые стараются побороться за выживание. Поэтому внутри создают огромную волну, смывающую любую проблему. Конечно, имеет значение стимуляции энергетических точек на ступнях, но и даже если поставить горчичники на спину или банки, то эффект будет аналогичный. Конечно, прием некоторых лекарств вроде как помогает, так как тоже создает стрессовую ситуацию, но уже внутри организма. Если после банок останутся на спине синяки, которые бесследно исчезнут через некоторое время, то химия от таблеток надолго сядет в клетках, что создаст дополнительную проблему для истощенного жизнью еще пока живого организма. Поэтому, чтобы продлить агонию жизни, следует регулярно возбуждать иммунную систему на активные действия, но конечно не держать ее в постоянном стрессе, так как даже к любому стрессу организм снова приспособится. Это как для человека, живущего в жарких странах переехать на северный полюс. Это жесточайший стресс. Но хоть тяжело, а все нора организм адаптируется, а как к яду змей привыкают. Но обязательно следует сказать об соотношении уровня проблем и возможности защиты. Ведь сильно забитый организм с кучей проблем очень сложно пробить еле живой иммунной системой. Поэтому наша главная задача выползти из рабства вечно четвертой стадии хронического состояния и вернуть свою защитную систему в первую. А вот как это возможно с помощью его медицины и действия механизма активации иммунной системы я буду раскрывать в последующих выпусках. Правда следующий выпуск будет по этой теме как минимум через два видео. Так как я уже приготовил для вас один реально зафиксированный пример эффективности лечебного воздействия на личном примере. Еще один выпуск будет посвящен моей личной разработке мощного излучателя статики. Можно сказать презентация. Все-таки думаю навыстать мое длительное отсутствие по этой интересной теме как ухеровая медицина. Правда хочу отметить что длительное молчание по выпускам этой темы были обусловлены моими колебаниями по необходимости просвещения. Я уже сделал два ролика несколько месяцев назад по созданию оснастки для изготовления катушек как плоских так и торов. Подчеркиваю при этом что мое желание дать знания и продвигать эту тему не несут никакой коммерческой основы и просто желаю выполнить свой некий долг перед сообществом. Но как обычно приползни несколько гнид которые пришли и тупо погадили в комментариях. Несколько я оставил но парочку просто забанил так как эти упыри кроме оскорблений матов ничего не сказали. Так вот для особо тугоухих я еще раз повторяю мои действия по продвижению идей вихревой медицины не несут абсолютно никакой заинтересованности. Я не собираюсь на этом портале организовывать личную рекламу и тем более распродажу тех комплектов что я делаю. Так как я делаю их исключительно для местного окружения. Чтобы была возможность контролировать и быть в постоянном контакте с испытуемыми. об моих отказах продажи вы можете почитать в комментариях под предыдущими выпусками. В основном моя деятельность заключается в исследовании и выдаче массам лучших идей по эффективному излечению и оздоровлению. Причем я не одиночка а исследовательская деятельность проводится совместно с целой группой во главе с Валентином Дондорфом который непосредственно все наработки передает Мишину и Катушеву и который над этой темой работает уже несколько лет. Ссылку на его портал я размещу под видео. И если кто-то опять же в силу свою с голубости кинет мысль что я типа навариваюсь на просмотрах очень сильно огорчу. Монетизацию портала я включил менее двух месяцев назад специально чтобы показать вам а выпуски моих двух видео при кривой медицине были опубликованы почти полгода назад. И главное за эти два месяца я наварил аж целых два доллара по одному на месяц. По большому секрету скажу что мой рабочий час стоит почти в 10 раз больше. А это где-то за минут 15 моих телевизионов. Так что навар у меня за пару десятков видео в выпусках просто бешеный. Запомните народ, чтобы иметь хоть какое-то смысл заработок на ютубе надо как минимум увеличить посещаемость сотни, а то и тысячи раз. Но мои действия на нем как-то не располагают к массовым просмотрам. Если кому-то станет легче, то считайте, что я это все делаю для очистки кармы. Пойдет такое обоснование. И мы честно и нормально зарабатывать. А единственное, что против корости и низости телевской и паразитизма. Всем вам до скорой встречи, здоровья и счастья. Субтитры